Украинские военные отбили атаку диверсантов на Светлодарской дуге. После боя нападавшие бежали, бросив одного убитого и двух раненых. Кроме того, боевики обстреляли Травневое, несколько домов разрушены. Это село еще недавно контролировал противник. Теперь же украинские армейцы везут туда стройматериалы и гуманитарную помощь. Наш военкор Ирина Баглай пообщалась с жителями. Я выскочила на улицу голая и босая и не знаю, что мне делать. Стала кричать. Разрыв мины и крышу в доме Валентины Андреевны разнесло в щепки. Она чудом осталась жива. На крик женщины сбежались соседи. Пришел врач, накачал меня таблетками. Бабушка, ты заснешь. Я пришла, тут все груда. Ни туда не пойти, ни туда не пойти. Такая же беда у супружеской пары в доме через дорогу. Я спал, в рохот, потолок упал. Бабушка кричит, чуть его там не привалило. Один из хвостовиков 120-й мины. То, что попало в дом тут по соседству. Доломитные и Гольмовские соседние села, контролируемые боевиками. С их стороны зафиксировали обстрел военные. Вот был прилет. Вот по направлению, получается, вот Доломитные. С этой улицы села Травневого уже хорошо на горизонте просматривается Гольмовская промзона. Это укрепрайон боевиков. Там они держат свою тяжелую технику, артиллерию. Передвижение техники. Каждый день прогоняют технику. Чутые голоса, крики. Передвижение особого склада блокпост. Это два здания. Белое и двухэтажное, красное. Техника КАМАЗы, БМП. Танк есть. Там уже точно знаю. Там у них уже есть бункеры. Да, они уже подготовлены. Пять мин в сторону Травневого выпустили боевики этой ночью. Обстрелы здесь регулярные. Целеста в основном наемники из Стрелкового по оппозициям. Затем переключаются на село. Поселы большинство работают с колометами. Как ПК, так и ДШК крупный колебельный 12-7 в нашу сторону. Поселы? Да, именно поселы. В самом селе нет ни магазинов, ни аптеки. Жители Травневого ходят в ближайший поселок Гольмовский. А там и до Горловки рукой подать. На этой дороге между блокпостами безоружные попали под огонь. Боевики, прикрываясь людьми, стали стрелять по украинскому блокпосту. Наблюдательная миссия зафиксировала разрушение. Уже завтра военные планируют завести в село стройматериалы и помочь людям восстановить дома. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.